МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По планам Минздрава, к середине 2017 года коечный фонд в региональных больницах России должен сократиться до 70%. При постоянной нехватке финансирования бесплатная медицина становится платной не только для работающих, но и для безработных. Вице-премьер Голодец подготовила законопроект об обязательной предварительной оплате медицинских услуг неработающим населением, согласно которому каждый безработный будет вынужден покупать медицинскую страховку. Для борьбы с безработицей параллельно готовится законопроект об ответственности за введение паразитического образа жизни, аналогичной 209-й статье Уголовного кодекса РСФСР.